Мы сегодня подведем итоги прошлого, очень много, какой-то анализ. Плюс за это время мы идем какими-то шагами реформы, как они отражаются в образовании, и плюс процесс децентрализации происходит. То, что в области, как будут чувствовать себя школьные учебные заведения, дошкольные, и те вопросы, о которых мы говорили ранее, если можно, Анатолий Бабичев, директор Департамента экономики и образования Харьковской областной и государственной администрации. Спасибо. Добрый день, уважаемые друзья и коллеги. Действительно, наши школьники отдыхают, выпускники, а именно витриенты пытаются поступить в высшие учебные заведения. Учителя отдыхают в основном, а педагоги, менеджеры, организаторы образования работают. Упорно работают над новыми подходами и новыми задачами в системе образования. Хочу напомнить, что в Украине идет, я бы сказал, было, наверное, наиболее активно, чем в других отраслях экономики реформирования системы. Год назад был принят закон про высшее образование, все знают. Высшая школа уже живет по новому закону. Сейчас рассматривается Верховным Советом и Министерством Освета и Науки вопрос законопроекта. Два новых – про освету, про загральную среднюю освету. И уже почти подготовлен закон о профессиональном образовании. Думаю, что закон о профессиональном образовании будет принят Верховным Советом, а интервью и ручной осенью. По крайней мере, Министерство нам это обещает. Законопроект уже оценили эксперты, сделали определенные выводы. Скажем так, есть недоработки, но под которыми Министерство сейчас работает. Что хочу сказать по прошлому году. Год был непростой. Год был и в сфере высшего образования, потому что вступил закон, и в сфере среднего образования, потому что, как было сказано, идет процесс децентрализации. Мы уже живем с 1 января 2015 года по новому бюджетному кодексу. И, соответственно, есть изменения в схемах финансирования школ и садиков в области, не только нашей области. Вопросы, которые были связаны с вынужденными переселенцами из Донецкой и Луганской области, которые тоже, в свою очередь, оказали определенное влияние на работу учебных заведений в области. Ну, давайте начнем с переселенцев из Донецкой и Луганской области. Хочу сказать, что с августа прошлого года мы немножко понервничали, имеется в виду, управленцы, потому что у нас, как всегда, где-то за неделю до начала учебного года, родители вспомнили, что надо идти детям в школу 1 сентября. Поэтому почти 2000 человек тогда обратилось к нам, в Департамент науки и образования, с просьбой помочь устроить детей в первый класс, в детские садики, ну, не только в первый класс, а все классы учащихся, которые до этого учились в Донецкой и Луганской области. Тогда для нас это было неожиданно, но, тем не менее, за неделю мы справились с этим вопросом. Были определенные нюансы, там, может быть, не 1 сентября, 5-го, 10-го, но все, в соответствии с законом про образование, у нас ребята учатся, посещают школы и садики области. На сегодняшний момент, после этого мы ладили процесс организационный, на сегодняшний день почти 10 тысяч переселенцев из Донецкой и Луганской области посещают учебные заведения области. Небольшие проблемы были с детскими садами, особенно это касается детских садов города Хайфова, потому что вы знаете, что есть определенные районы, там, Холодная гора, Салтовка, где есть большие очереди даже для, скажем так, жителей Хайфовщины, чтобы попасть в эти садики. Но, безусловно, существует электронная очередь, каждый ребенок, который желает попасть в детский садик, родители его регистрируют за несколько лет для того, чтобы он спешно пошел в садик по месту жительства. Поэтому нам пришлось немножко поломать эту очередь. Понятное дело, что переселенцы у нас шли вне этой очереди и вне, скажем так, конкурса. Но успешно справились с 10 тысяч, на сегодняшний день посещают наши учебные заведения. Мы их уже не считаем переселенцами многие, потому что они уже получили, кто смог приобрести жилье или переехал, регистрацию Хайфовской области. Поэтому, в принципе, в большом счете мы их сегодня не отличаем. В этом нет надобности от жителей Хайфовской области, поскольку условия обучения, нахождения в наших учебных заведениях, они совершенно одинаковые. Могу сказать, ну, как бы ориентируясь на то, что жалоб обращений последние полгода, наверное, к нам не было, с просьбой мы ищем, вначале были там вопросы по учебникам, по форме. Постарались решить максимум все эти вопросы в течение учебного года, и на сегодняшний момент вопрос исчезнет. По крайней мере, если это есть, то это единичные случаи. Поэтому все постараемся по ходу, скажем так, работы решать. Бюджетный кодекс. 1 января 2015 года вступил в силу новый бюджетный кодекс. Поменялась схема финансирования учебных заведений. Это касается особенно школ области. Теперь все школы области, независимо от подчинения, районов, городов, финансируются за счет субвенции, образовательной субвенции государственного бюджета, местным бюджетом. То есть государственный бюджет Министерства финансов перечисляет средства Министерства образования и науки. каждому району, каждому городу Украины перечисляет субвенцию, исходя из количества учащихся, которые проживают на территории области, района или города соответственно. То есть есть у меня 100 тысяч на территории района, мне на 100 тысяч дадут. Средняя сумма на одного учащегося это 8,5 тысяч рублей в год. Новое в порядке использования субвенции. Эта субвенция может потратиться только на содержание школьников, то есть в школьных подразделениях, в учебных заведениях. То есть мы знаем, что мы одна из лучших, одна из первых областей, которая перешла на создание учебно-воспитательных комплексов. Это одна из наших задач, которую мы ставим сегодня. Школа-детский сад простым языком. Вот за счет этой субвенции мы можем финансировать только школьные подразделения. Все, что касается детских садов, финансирование полностью должно быть обеспечено за счет местных бюджетов. И мы плавно переходим к централизации. Создаются громады, которые повинны забеспечивать себя сами. Если мы имеем школы или садики, и мы хотим улучшить их материальное состояние, материальную базу, то нам никто не запрещает согласно действующему бюджетному продукту. Потому что в бюджете прописано, что одно учреждение может финансироваться из разных уровней бюджета. Если до этого только один бюджет, либо районный, либо областной, либо городской, либо государственный может финансировать учреждения, то на сегодняшний день одно учреждение может финансироваться из разных бюджетов. Поэтому у громады, если она обеспечена, если у них есть ресурс, они могут помогать любому учебному заведению, которое находится на территории их громады. В этом есть плюс. Наверное, сейчас задрону один, скажем так, непростой вопрос, который возник несколько месяцев назад по поводу закрытия дошкольных подразделений в наших областных интернатных учебных заведениях. Это интернат для незрячих детей, для детей с особенностями слуха, речи и так далее. Действительно, никто не планирует, хочу сказать, оставить все точки на «ты», не планировал и не планирует их закрывать. Все связано с порядком использования субвенции. В этих лендовках, где есть школа и детский сад, на сегодняшний день мы финансировать можем только шпильник подразделений за счет субвенции. Все остальные предупреждения и финансирования мы должны искать в измиршем бюджете. Поэтому немножечко меняется юридический аспект этого вопроса. Но суть остается такой же, что на детские сады мы вынуждены искать, нас поддержал Игорь Волучрайнин, губернатор, в этом вопросе, на следующей сессии мы планируем выделить средства на финансирование существования детских садов в этих учебных заведениях. Вернусь к итогам прошлого года. Год был очень, еще раз скажу, сложный, очень интересный. Но тем не менее, у нас в этом году одна из лучших ситуаций по финансированию учебных заведений, по выплате заработной платы, в том числе отпускных педагогов. У нас нет задолженности, у нас фактически нет задержек, если они возникают то один-два дня, и мы вовремя всем педагогам области смогли выплатить заработную плату и отпускные. Несмотря на то, что, скажем так, были определенные сложности с финансированием. Итоги прошлого года. Опять-таки, повторюсь, год был непростой, но мы имеем одни из лучших достижений наших школьников. За всю, скажем так, нашу небольшую историю. Хочу сказать, что мы уже традиционно получили первые места на все украинских олимпиадах Айпинской области, причем с коэффициентом, которого не было за 15 лет никогда, наивысший коэффициент. Мы заняли первое место вместе с Киевом в конкурсе Малой Академии Наук, что тоже коэффициентом, тоже один из самых высоких за последние 10 лет. Третье. Буквально позавчера вернулись наши ребята с международных олимпиад. Впервые тоже в историю. У нас приехало 11 учащихся, неправда, столько не было. И все 11 по разным предметам получили медаль. То есть нету тех, которые вернутся без награда. И самое основное, наверное, то, что я хочу сказать, это Малая Академия Наук Олимпиады. Это показывает, скажем так, достижения наших наилучших уезжающихся, наилучших детей по успеваемости. Но есть средний показатель, на который мы должны ориентироваться. Поскольку, как я вижу, на сегодняшний день главное в образовании это доступность, безопасность и качество. Все, что мы делаем в системе образования, направлено на одно. Чтобы у нас было качественное образование. Чтобы по окончании школы, техникума, ПТУ, университета у наших выпускников были знания, чтобы он смог достойно найти себе применение в нашей жизни, в обществе, на работе и так далее. Несмотря, скажем так, на скандальность вопроса, но тем не менее, я думаю, это не менее следит правоохранительным органам, главный показатель это зомничное и заложенное оценивание, которое остается. Я хочу сказать, что мы имеем Хайфовская область в этом году получила наилучший результат за 8 лет работы. Анализ полностью не проведен. Я думаю, что где-то к началу сентября мы будем уже понимать средний уровень знаний наших учащихся областей. Но на сегодняшний день те показатели, которые мы видим, это количество выпускников, которые получили 200 баллов. Мы первый раз поднялись с конца таблицы на третье место в рейтинге. У нас выше нас только ходят и Киев, и Львовская область. Это уже традиционно. Если цифры будут интересны, я вам скажу сразу. У нас 171 человек набрали 200 баллов, хотя бы по одному предмету. Также хочу сказать, что у нас на сегодняшний день в 9 школах, что тоже очень приятно, это очень высокий показатель, есть по 2 выпускника, которые набрали по 200 баллов. Это в основном городские школы на сегодня. Но радует результат, мы уже провели анализ по украинскому языку и украинской литературе наших выпускников. Есть наши сельские школы, которые тоже активно принимали участие и получили очень достойные результаты. Это Золочевская гимназия номер один, Красноградская гимназия и Сахновщинская гимназия. Результаты, которые находятся, скажем так, в первых двух сотнях. Что тоже не может нас не радовать. Ну и это коротко результаты. Скажу, что в образовании остается достаточно много проблем, от которых надо работать. Это и материально-техническая база, и качество преподавания, и кадры, и финансирование, и отдельные, скажем так, вопросы, связанные с коррупцией, хотим мы того или нет. Но вот у вас и постоянно присутствуют в нашей повседневной работе. Будем над этим заниматься. Игорь Львович Райнин поставил задачу реализации региональных реформ образовательных. Они были презентованы с отличной, Юрий Александрович. На сегодняшний день мы работаем над этими региональными реформами. Одно из основных – это создание Хайковского университетского консорциума. Вы знаете, что несколько недель назад все высшие учебные заведения области подписали угоду о создании этого консорциума. Задача одна. Одним целым легче представлять интересы и достигать целей, которые ты ставишь перед собой. У нас область, которая имеет наибольшее количество высших учебных заведений в Украине, науковых установ. И мы решили, скажем так, опять-таки по инициативе Игоря Райнина, создать некое консорциум, некое объединение для того, чтобы наши вузы могли в первую очередь отстаивать свои права, за межами Украины презентовать нашу работу, как образовательную, так и научную. Это одна из возможностей коммерциализировать науку. В чем проблема? Мы имеем научные достижения, но не можем их применять и использовать. Вот одна из задач, это действительно создание механизма для того, чтобы разработки наших ученых мы могли нормально и правильно реализовывать, воплощать в работу. Возможно, это продажа, возможно, это даже какое-то производство. Ну, по ходу будем смотреть. Первый шаг сделан. Что еще из наших региональных реформ, о чем я хотел сказать, это создание новых учебных заведений, реформирование географии осветы. Очень много в последнее время пишут о закрытии школ, о закрытии учебных заведений, но я хочу сказать, что... Я не говорил, что у вас закрытие. У нас идет оптимизация сети учебных заведений. У нас меняется контингент. У нас меняется нахождение населения. Они, извините, из одних сел перемещаются в города и так далее. Поэтому этот процесс постоянно идет. Мы постоянно одним занимаемся. Действительно, в области большое количество малокомплектных школ, где по 10, по 15, по 20 человек. Более того, скажу, что в Лазовском районе у нас есть школа, где контингент ноль. То есть там нет учащихся, но ее второй год не могут закрыть. Это как для нас остается проблемой. Депутаты считают, что у школы есть перспективы. По нашему мнению, там нет перспективы. Это просто как бы желание показать, что мы должны оставить здание, которое на сегодняшний день никому не нужно. Во всем этом главное это качество образования. То, о чем я сказал. Если у нас есть малокомплектная школа, где нет финансирования, где один учитель преподает 10 предметов, там будет такое качество. Я думаю, что итоги и пицинги ЗНО нам как раз об этом покажут. Если есть малокомплектная школа, то результат у этих учащихся, выпускников намного меньше, чем у больших нормальных школ, где есть хорошие профессиональные практики. Безусловно, здесь вопрос связан с подвозом, но мы тоже работаем с программой «Школьный автобус». Вы знаете, что Игорь Львович пообещал, и уже осенью 10 новых автобусов за счет средств областного бюджета получат районы области. Мы создаем НВК. Мы активнее, чем всегда, открываем детские сады. Если по школам у нас есть небольшое увеличение контингента дошкольников, если контингент школьников на сегодняшний момент особо не возрастает, то дошкольники у нас растут. И мы в этом году в детские садики на 4 тысячи детей больше приняли. За счет переселенцев небольшое количество, но из своих на 2 тысячи увеличилось. Поэтому в планах на этот год у нас открытие новых 11 детских садов на территории области. Это открытие почти 20 дополнительных групп существующих детских учреждений, там, где на сегодня наиболее, скажем, актуальный этот вопрос. Это продолжаем создавать НВК, то есть на базе школ создаем дошкольные подразделения, где наши дети смогут посещать детские сады. Это объединение школ, это изменение профиля и специализации школ, то, над чем мы занимаемся. Это создание новых специализированных школ. С 1 сентября мы успеем, мы уже занимаемся, уже там готовность на 70%. Это тоже прописано в наших региональных реформах образовательных. Откроем в первую в области школу-интернат для детей области художнио-эстетичного профиля Девосвей, которая будет находиться в выпадении. На сегодняшний день у нас активная ребята почти из всех районов области проходят вступительные испытания для того, чтобы они были зачислены в это учебное заведение. Надеюсь, что мы красиво 1 сентября откроем это заведение. Начал работу, скажем так, вновь созданный областной лицей с усиленной военно-физической подготовкой «Патриот», который находится в Чугуевском районе. Очень большое количество ребят сельской местности из всех районов области обратились туда. И хочу отметить, что очень большое количество переселенцев из Донецко-Уланской области именно туда обратились. Потому что, ну, понимает, многие из них занимались в Донецком аналогичном лицее, на сегодняшний день они попросились перевестись к нам. Но мы, конечно, идем на встречу. Все заявления желающих мы притворили. Существует 5 лет областная специализированная школа-интерната «Отдаемность», которая была создана в 2009 году, скажем так, по инициативе областной администрации, целью оказания качественных услуг образовательных для детей сельской местности. Мы понимаем, что ребята, у которых есть талант, они не всегда могут открыть и дополнительно заниматься в сельской школе. Хочу сказать, что это подтвердило правильность идей и правильность результата. Мы имеем, что наша школа обдарованность, где занимаются сельские дети, это интернат. Третий год подряд входит в 200 лучших школ Украины по результатам ЗНО и по количеству ребят, которые побеждают в Олимпиадах и Малой Академии наук на всеукраинском уровне. Поэтому я уверен, что Двину и школу, которую мы открываем в этом году, тоже подтвердят правильность наших действий и наших задач. Что еще хочу отметить? Идет вступительная кампания высшего учебного заведения, повторюсь. На сегодняшний день закончился прием заявлений на дневную форму обучения. Набор проводится в университетах и академии за 347 направлениями в техникум и колледже по 219 специальностям. Итоги пока рано отводить. 7-8 числа мы будем понимать и видеть первые списки зачисленных на бюджет, на контракт это уже ближе к 20-м числам. Хочу сказать, просто для общей информации, что всего подано в УЗ в Хайковской области почти 185 тысяч заявлений, из них 134 тысячи это на дневную форму обучения. Наверное, будет интересно, куда самый большой конкурс, по крайней мере и по заявлениям, на ЗАГУ это Хайковский университет Харазина, Национальный технический университет ХИПИ, Национальный юридический университет Ярослава Мудрого, Аэрокосмический университет имени Жуковского, университет городского хозяйства имени Бекетова, университет радиоэлектроники, экономический университет, педагогический университет и медицинский университет. Если по конкурсам, на какие специальности, да, самые большие конкурсы, больше всего желающих было, это Ликувальна справа, медицинский университет, это филология, иноземные мовы, английская мова, это в ТРУ Закаразина, вернее, в 2, и педагогический университет. Дальше, что очень интересно, 3 следующие специальности, которые идут по конкурсу, это программная инженерия, компьютерная наука и компьютерная инженерия. Тут в лидерах университет радиоэлектроники, НТУ, ХПИ и аэрокосмический университет Межуковского. Дальше традиционное правознавство, университет Ярослава Мудрова, правоохранная деятельность на седьмом месте, следует отметить, это университет направленных дел. Ну и дальше традиционно, в отельном ресторане справа, туризм, менеджмент и фармация. В этом году планируется принять на места государственного бюджета, то есть бесплатные места, скажем так, 17,9 тысяч человек. В университет 13 тысяч, и в техникум и в колледже 4,9 тысяч. По поводу географии абитуриентов, скажем так, ситуация немножко изменилась. Традиционно, вы помните, что у нас порядка 30% это составляли абитуриенты из Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской области. В некоторых вузах эта цифра доходила до 40%, поэтому у нас были у некоторых плохие ощущения, что мы не сможем получить то количество желающих нам поступить и учиться. Тут такая двоякая ситуация. Западной Украины нам боятся ехать многие, потому что считают, что у нас небезопасно. Рядом зоны АТО находимся, как и центральная Украина. Донецкая и Луганская область по понятным причинам тоже в полном объеме мы не можем добрать абитуриентов. На сегодняшний день все спокойно. Цифры чуть меньше, чем в прошлом году, но тем не менее, с уверенностью могу сказать, что госзаказ мы выполним, наберем контрактников. Причем качество сертификатов за новым в этом году действительно выше, предварительно скажем так, чем в прошлый год. Уровень знаний и уровень баллов, которые нам подаются. Поэтому думаю, что к концу августа уже подведем итоги вступительной кампании. Хочу сказать, что работала горячая линия в департаменте науки и образования. Она и работает. Порядка 90 обращений к нам поступило. В основном это информационно-разъяснительное. Были опять-таки жители Донецкой и Луганской области, которые просили помощь в жилье на время сдачи документов и так далее. Мы оперативно из этого не делали проблем, мы оперативно решали эти вопросы. На базе тех общежитий, в вузы, в которых они собираются поступать, мы давали возможность бесплатно в несколько дней, там, в неделю пожить. Эти вопросы решили. Были обращения по поводу участников АТО, о их льготах, их возможностях. И по возможности мы разъясняли. Не всегда все возможно, потому что у некоторых нет документов, подтверждающих негу статуса. Но, тем не менее, все, что от нас зависело, в большинстве с твоими вопросами мы помогли решить. В том числе и с проживанием, и с собранием документов для сдачи в приемные комиссии. Ну, наверное, наиболее, самый большой, вернее, не самый большой вуз, который взял самое большое количество участников АТО, ну, это по понятным причинам, университет по ветряной ссылке имени Кожедуба. У них на сегодняшний день 120 заявлений, они уже зачислены, ребят, которые принимали участие в АТО. Остальные, ну, по крайней мере, то, что через нас шло, это по одному, по два человека. Старались помочь, собрать, по нашему мнению, по крайней мере, те, кто к нам обратились, мы на горячую линию, мы смогли помочь. Ну, наверное, кратко все, а то ответить на вопросы, да. Да, конечно, вопросы, не имею в виду. Я готов. Скажите, пожалуйста, в этом количества бюджетов нет? Уменьшилось? Да, уменьшилось на порядка 10%. Ну, цифры, тем не менее, остаются. Места уменьшились на определенные специальности. То есть говорить, что на все специальности уменьшился госзаказ. Я назвал в числе самых популярных специальностей это правоохоронная деятельность на базе университета внутренних дел. Так вот, на специальность правоохоронная деятельность нет ни одного бюджетного места. А есть почти полтысячи заявлений. Это связано с реформами в системе МВС. Поэтому, тем не менее, есть очень и создание патрульной полиции. Но, тем не менее, очень много желающих есть учиться именно на этой специальности. Поэтому говорить, вы знаете, что в Министерстве утвержден новый прелик напрямой специальности подготовки. Поэтому некоторые специальности просто ушли. Некоторые поменяли свое содержание. Поэтому говорить, что у нас нет такого, что у нас по всем специальностям, по порциональному, уменьшили там какой-то процент. Я говорю по общему количеству бюджетных мест. В среднем это там около 9%. Скажите, пожалуйста, сколько много комплектных школ сейчас в области? Сколько выдастся оптимизировать? Нет ли кроме вот этой нулевой школы, никаких школ, которые отказываются? У нас была, я не знаю, наверное, год назад, я на какой-то из пресс-конференций говорил, что у нас в Боровском районе есть проблема. Есть малокомплектная школа с нулевым контингентом, которую не хотят закрывать. Так вот, после общения с прессой ее через месяц закрыли, слава богу. Поэтому у меня есть тоже надежда, что, может быть, это услышат в Лазовском районе депутаты, которые, понятно, что уже готовятся к выборам, и, наверное, у них нет желания закрывать школу, но, тем не менее, да, непопулярные. Понятно, что это непопулярное решение, но у меня подход какой? Надо идти к людям, надо общаться с людьми. Можно проучиться один человек в классе, да, там, или два человека на три класса, проучить, закончить 11 класса, ну, ты выйдешь, и что дальше? Не, ну, если ты останешься в селе, и тебе больше никакое образование не нужно, и ты ничего не хочешь заниматься, ты не хочешь там ни в техникум поступить, сельскохозяйственное, еще что-то, то, может быть, это и нормально, но мой подход и подход цивилизованных стран, что это не только диплом, да, аттестат или еще что-то, это определенный уровень твоего развития. У нас на сегодняшний день интересный факт в Японии, ну, вернее, как бы это общеизвестный факт, на сегодняшний день высшее образование есть обязательное. Это, наверное, единственная страна, где они заботятся не о дипломах, они заботятся о уровне развития человека. Там давно уже нет ни производств, ничего, все производства они вынесли в Китай, в Тайвань, в другие страны, им нужны высококвалифицированные специалисты. Им нужно, чтобы действительно человек был всесторонний развит, для того, чтобы он был развит, нужен определенный уровень образования. Поэтому депутаты не хотят, но надо этим людям общаться, объяснять, что понятно, что автобус не хочется, чтобы каждый день ученика автобуса возили по 15 километров туда-сюда, но есть качество образования. Мы работаем, это очень дорогостоящий проект, по поводу создания, возможно, интерната на базе школы. Есть районный центр, есть там село 20 километров от школы, туда возить детей. Понятно, что возить и не так дешево, и автобусы не всегда в хорошем состоянии, хотя мы работаем над этим. Возможно, как вариант, как наши областные интернаты. Если плохая погода или нет возможности возить, чтобы привозить на 5 дней, ребенок полноценно учится, полноценно занимается, и пятницу вечером его привозят домой. Когда удастся создать такие интернаты? Работа по районам уже идет, уже есть некоторые примеры, боюсь ошибиться, Змеевской, Изюмский район, там, где уже работают. Создание отдельных просто комнат, где дети могли бы ночевать и так далее. И так далее. И так далее. В первом сентябре. Не, ну, в первом сентябре это нереально сделать. Это в процессе, это плана прописано, это, скажем так, благословочная перспектива. Скажите, сколько много комплектных шпыли на сегодняшний момент и сколько точно? Мало комплектных почти 200. Но есть вопрос, что удаленность этих школ от другой школы есть довольно, скажем так, высока, и целесообразность закрытия всех этих двухсот школ не стоит. И задачи такие не ставят. На сегодняшний день решение о закрытии школы принимают заслугники, а именно районные советы, районные и городские советы, которые есть учредители у этой школы. Хочу сказать, что в планах, которые нам довели районы города области, у нас 39 школ, которые стоят на закрытии. Они не будут закрыты в этом году, они и организованы, скажем так. На сегодняшний момент есть решение о закрытии 13 школ области. Да, 13 школ области. Ну, процесс идет. Школы могут быть, еще раз повторюсь, закрываться только как раз в летний период, потому что условия работы преподавателей и обучения школьников, и нормативная база не позволяют закрывать школы в течение учебного года. Еще раз повторюсь, вы сказали большое количество людей с двумя стандартными баллами, а в предыдущем году, допустим, почему мы сразу на такое количество, чем у нас, сколько наших... По ЗНО вы имеете в виду? Да. Ну, у нас в этом году результат получше, опять-таки скажу. Долгусутбольники это не показатель, это результат наших лучших учащихся. Но он примерно в три раза выше, чем был в прошлом году. И за все 8 лет существования ЗНО. Уж быть, это связано было с решением тех тестов? Ну, эксперты, это должны эксперты, скажем так, оценивать. Мы знаем общую картину, я говорю об общей картине по Украине, да. То ли, как возможный вариант, все другие области хуже сдали, чем мы, да. Ну, как вы говорите, это задание легче. Не говорю о том, что если в предыдущие годы 7 лет, ЗНО уже у нас официально проходит во всех областях Украины, вот за предыдущие 7 лет показатели Украинской области, как это не приспортно, где-то были в конце всех областей Украины. Третье, четвертое снизу. И под двухсотбольником более-менее, а по средним результатам. Вот на сегодняшний момент мы в первой десятке точно. Результаты, когда будут посчитаны, мы это уже увидели. Может, ты там не хочешь задать, что мне еще внука нет? Лев, ты не внука себе конкурсов, если честно, вообще еще. А вы как? Да, это, китайский язык. Вы не смотрели за мной? В смысле, какой конкурс? Да, я наибольший конкурс, там, на стоматологии, там, 2000 заявлений и 2-5 месяцев. Вы правильно, вы сейчас говорите о бюджетных местах, а я говорю об общем конкурсе. У нас конкурс на бюджетные места, как у нас фармацевтический университет, я его назвал, стоматология, правоохранная деятельность, там не существует вообще бюджетных мест, а если они есть, то 1, 2, 3, 4, там не больше. Поэтому говорить понятно, что там уже даже если 100 заявлений, это будет самый большой конкурс. 25 или как в университете внутренних дел, 450 человек на место, потому что там просто ноль бюджета. Я говорю о том, где самое большее количество заявлений, куда были поданы. Понятно, что китайский, испанский язык, университетика разного, где одно бюджетное место. Понятно, что там конкурс будет один из самых больших, в силу того, что там всего одно бюджетное место. Но это не показатель, для нас показатель, куда наибольшее количество заявлений было подано. А на мужем антелли, вот это было написать, вот, а в вашем коле интернате Девосфит, чтобы там была Девосфит. Может, вы сейчас хотите, чтобы я сказал Девосфит? Да, я же говорил. Не, 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 я готов. На одной из весенних сессий областного совета было принято решение о создании нового учебного заведения художественно-эстетического профиля. Девосфит – это первое учебное заведение, во-первых, первое интернатное заведение, во-вторых, именно такого профиля. У нас не было в области ни одного учебного заведения соответствующего профиля. Эта школа создана на базе Люботинской школы-интернат для детей-сирот и детей, лишенных родительских прав. Можно добавить в этом аспекте, что Хайферская область – первая область в Украине, которая в прошлом году, скажем так, усилиями областной администрации, выполнила программу реформирования заведений, интернатных заведений для детей-сирот. У нас не осталось в области ни одного интерната, где находятся дети-сироты. Мы перешли на семейные формы воспитания детей, детские дома семейного типа, приемные семьи. У нас остались интернаты. Типа для детей-сирот нет, это отдельный мультип. Есть санаторные специальные, где с определенными либо ВАДами, либо специализированными, с углубленным изучением, от чего остались дети-сироты. Они у нас переведены именно в эти интернаты, те, которые не были усыновлены. И они наравне с детьми и с семей на сегодняшний день продолжают обучение. Поэтому это тоже... Здание опустело, и вы решили его запомнить. Здание опустело. Мы сделали так, чтобы это здание опустело. И мы ищем новые методы и новые формы работы. У нас не хватало именно учебного заведения художественно-эстетического профиля. У нас мало было, хотя уже на сегодняшний день больше всех в Украине, но тем не менее, интернатных учебных заведений для сельской молодежи. Для того, чтобы дети могли спокойно. Там пятиразовое питание, там отличные условия проживания. А у вас преподаватели, которые будут учить рисовать? Да. Там очень разные подходы. Мы уже подписываем договоры о сотрудничестве с высшими учебными заведениями. Именно университет городского хозяйства имени Бекетова один из первых, который согласился принимать участие. В каком направлении? В направлении работы и сотрудничества с институтом изобразительного искусства и архитектуры университета имени Бекетова. Мы планируем, что преподаватели из университета, союз художников Украины, будут там активно участвовать, заниматься, скажем так, живописью. И в планах уже есть создание факультатива юных архитектов. В рамках этой работы нами разрабатывается новый учебный курс, который не было в Украине никогда, про 3D-моделирование. И если все будет благополучно, это будет экспериментальный учебный курс. С 1 сентября в учебном заведении Девосвит будет установлено, наверное, будет первое, среднее учебное заведение, 3D-принтер, где дети младшего возраста смогут участвовать в работе по созданию, скажем так, объекта 3D-моделирования. Понятно, что это, да? Вчатки кубики, квадратики, это особенно интересно будет архитекторам, всякие здания будут строить небольшие, пока еще модели с помощью этой программы. 3D-моделирование предполагает не только умение работать с 3D-принтером, но и создавать программное обеспечение для работы, потому что в 3D-моделировании это как бы двойной спектр. Написать программу первая, то есть это информационные технологии, и потом с помощью 3D-принтера уже что-то напечатать. Сколько там будет всего детей? Значит, мы планируем вообще, говоря, возможность интернатного учебного заведения в районе 300 человек, даже, возможно, до 400 с небольшим переобладанием. Мы не спешим, мы не набираем все классы в этом году, потому что это сильно масштабно. Мы набираем 1-й, 3-й, 5-й, 8-й, 9-й классы и рассчитываем, что до 150 человек мы сможем принять в этом году. Районы по-разному реагируют, активно. Вот 2 дня назад приезжал целый автобус детей из Золочева, которые, скажем так, приезжали на экскурсию. 90% выросили подробительную материальную базу, условия проживания, обучения, выросили желание остаться там учиться. И в 5 сентября я не вытуживаю. А в том, что там остался? Нет, а в том, что, к сожалению, из Золочевского района, поэтому он и ехал домой. Вот, что еще сказать? Там не вступнивы пробования. То есть основы живописи надо уметь, надо хотя бы кисточку или карандаш держать в руке. Специалистов, да, видимо, не до конца я сказал, будем привлекать не только из Лепотина, и из Харькова, из высших учебных заведений, которые будут заниматься с детьми. Один из самых интересных предметов – это история живописи, история архитектуры, история искусства, которые тоже будут изучаться в этом учебном заведении. Харьковичане тоже могут при желании, статут школы позволяет попасть в это учебное заведение при сдаче соответствующих выступительных упробований. У нас, я был удивлен, но у нас есть три заявления от жителей города Харькова для того, чтобы в Лепотин ездить учиться в эту школу. Они будут ездить или жить? Они будут жить, да. Это пятидневное бесплатное содержание детей. То есть хоть качание тут? Да. Ну, я не знаю, но, наверное, как бы, это не первый раз, когда я сталкиваюсь с таким, когда родители, если это интернат, готовы возить своих детей из города даже в сельскую местность, но это, наверное, европейский тип и подход обучения, скажем так, в элитных западных школах, в том числе в Англии, как это есть. Условия у нас, конечно, пока не такие, как в Англии, но мы к этому идем. По крайней мере, качество, я думаю, что у нас будет не хуже. А кто директор? На сегодняшний день Севицкая Вера Михайловна. Она досвеченный педагог, она до этого и работала директором, поэтому Вера Михайловна. Поэтому на сегодняшний день она руководит всеми работами по созданию этой школы. Так она же специализировалась на профессии техносиротов. Она менеджер. Для трех сетей искусств? Она менеджер. У нас директор не должен заниматься искусством для того, чтобы руководить школой. Хорошо. А кто будет заниматься искусством? Будет замдиректор. Слушайте, замдиректора и директору не обязательно интересовать для того, чтобы работать в школу. Может, они будут преподавать историю искусства. Будет замдиректор, который будет заниматься конкретно этим профилем. Ясно. И вот по себе вопрос. Насколько дороже получается обучение в этом интернате, чем обычно в школе, например, для кого? Для... Для... Обучение для детей и родителей абсолютно бесплатное. В школе. Поскольку ничего не платится. Полностью питание, проживание. Единственное, что, наверное, придется заказки купить, еще там какие-то принадлежности для рисования. Что касается налогоплательщиков, на самом деле, эта стоимость выше, безусловно. Но это интернатное учреждение, поэтому они финансируются по другому коду. И они финансируются не из районных городских бюджетов, они финансируются из областного бюджета. Стоимость обучения в этой школе примерно, как в малокомплектной школе, когда я говорю, что у нас там где 10 учащихся или 20, водосодержание доходит до 40-50 тысяч в год. Вот примерно до 40 тысяч содержание ребенка в интернате обходится в государстве. Там обычный Харьковский, например, доставок. В формуле, скажу, я эту цифру называл, 8,5 тысяч, которые государство выделяет на финансирование одного учащегося в год. Если сюда стоит, любой, нигде бы не находился, в том-то и вопрос. 8,5 тысячи мы выделили. Если у меня школа 200 человек, то 8,5 и хватит. Может, даже еще и останутся деньги на вводное содержание. Потому что классы, понятно, там плит класса, наполнение учащихся, наполнение школы, энергоносители и так далее. А если у меня в этой же школе, в этом же помещении сидит 10 человек, то, наверное, на содержание энергоносителей, оплату, на оплату труда учителей мы выйдем на цифру на 40-50 тысяч человек. Поэтому это вопрос уже местный из бюджета должен находить. Деньги, чтобы компенсировать разницу. У тебя, кстати, хотел уточнить по 8,5 тысяч. В этом году 8,5 тысяч. А предыдущие сколько? 6,5 тысяч, примерно. Увеличилось, конечно. А что у них входит? Что это? Это формульный принцип. То есть есть количество учащихся детей школьного возраста, скажем так, в Украине с разбивкой на областя, районы, города, подробные. Значит, исходя из этого принципа, вот каждому району 8,5 тысяч умножаются на количество детей школьного возраста и отправляются туда деньги. Что туда входит? Это субвенция. Туда входит заработная плата педагогам, оплата энергоносителей, ну и, грубо говоря, содержание школы. Поэтому, если школа большая, она получает, чем больше школы, тем больше денег она получает. Соответственно, в больших школах остаются деньги не только на энергоносители и зарплату, а может быть и улучшение материально-технической базы, может быть на МЕЛ, может быть, извините, на швабу, это ябки и т.д. и т.п. Чего нет в малокомплекте школы. И начинаются постоянные сборы денег с родителей. Оно, конечно, и в больших школах происходит. Ну, просто, чем больше школа, чем лучше материально-техническая база, тем еще хочется больше сделать. Купить там новый проектор, десятый раз поменять окна, утеплить там что-то или еще что-то. А когда школа маленькая и бедненькая, извините, то сколько денег ей давай, ей не хватит, потому что ей постоянно не хватает на содержание школы. В образовании нет аудита и эффективности в качестве образования. Есть разные напрямые подготовки и обучения детей. И образование это не бизнес, что мы вкладываем деньги, чтобы получить на выходе какой-то финансовый результат. Мы вкладываем деньги, в том числе государственные, инвесторов, частные, для того, чтобы у нас по выходу был хороший специалист, который, скажем так, не образованию оценивает, насколько он будет востребован и нужен экономике. Я не знаю, насколько выгоден художник экономики страны, но я не могу оценить просто. Да, но это те направления, которые мы должны развивать. Вы не хотите сказать, что мы можем обойтись без культуры и искусства и закрыть все учебные заведения? Да, я хочу это сказать. Вы хотите сказать? Ну, я так не считаю. Я считаю, что человек должен быть всесторонний раз, в том числе культурно. Романина, разводная людина, ЦЗЖД плюс для державы. Поэтому для меня, как бы, ну, как бы очевидно это. То есть, а кто вот, когда принадлежит решение, например, так сделать, чтобы учились рисовать? Чтобы дети учились рисовать. А там, например, не программисты? Вот как это? Программисты это то направление, которое, информатика, скажем так, основа информатики, это тот предмет, который должен изучаться в каждом учебном заведении. Независимо от того, это средняя школа, специализированная, лицеи, гимнастики. То есть, обознавание, понятно, решение о создании принимали депутаты областного совета. Еще одно. Да, поэтому по инициативе областной государственной администрации департамента науки и образования. Поскольку мы были, есть, ну, и смею, скажем так, наверное, не очень пролично сказать, остаемся лидерами в системе науки и образования Украины, мы хотим что-то новое открывать и чем-то над новым заниматься. Вот это проект для нас кажется новым, уникальным и, наверное, ну, не могу точно сказать, один из первых Украин именно в этом направлении. У меня к себе вопрос, Симон. Вы читали вот там на сайте Декорчука опубликованы данные по школам, результаты тестирования. Да. И как вы его анализировали? Я два слова об этом сказал. Там есть результаты по школам Деки за украинскую мову и литературу. Это результаты. Я хочу сказать, что у нас хорошие результаты. Я отмечу, что среди городских школ в первых двух сотнях есть, в трех сотнях есть сельские школы. Есть Золочевская гимназия, Красноградская гимназия, я уже говорил об этом, Сахновщинская гимназия, есть город Чегоем, школа номер пять, точно помню, где имеют одни из лучших результатов с одного по украинскому результату. В списке худших я нашел. И тоже с радостью хочу отметить, что у нас, в отличие от других областей, которых там по 10, по 20 школ, у нас есть одна школа на территории области, где больше 10 выпускников не сдали за наузу по украинскому уровню. А Голосовская вечерняя школа? Вы ждете от меня ответ. Харьковская вечерняя, вечерняя школа места Харкова, номер пять. Я не знаю, представая, ну, понятное дело, что это уже люди, наверное, чуть постарше, которые сдавали. Не знаю, зачем, наверное, это вопрос администрации школы. В условиях приема нет обязательности складания ЗНО для выпускников и вечерних школ. То есть, у них есть возможность сдать выпускной экзамен и не сдавать ЗНО. Вообще. Зачем, ну, подход, они нам чуть-чуть рейтинг подпортили, зачем было, скажем так, желание и необходимость всех регистрировать ЗНО, чтобы потом люди, которым уже, скажем так, за 30 не сдали ЗНО за фронтского уровня, я не знаю. Поэтому вопрос. Но, тем не менее, это всего лишь одна школа. Ошибка была ли это специально была сделана, я не знаю. Там действительно больше, там порядка 15 человек, если я правильно помню, не сдали ЗНО по украинскому результату. Но это всего лишь одна школа, и то вечерняя. Поэтому говорить, что у нас сильно плохие результаты нет. Но, вы, в принципе, по моему мнению, правильно развиваете мысли. Мы сейчас работаем и оцениваем качество работы специализированных школ, лицеев и гимназий. Что такое лицей, гимназия и коллегию? Это те школы, которые должны давать высокое качество образования учащихся. Если мы видим, если вы посмотрите эту таблицу и корчуга, о которой вы говорили, то там в нижней части, ну, слава Богу, не на последней странице, а на предпоследней, есть несколько лицеев и гимназий в Хайковской области. Если они имеют такой, один из самых низких показателей результатов заново-запоринскую много. Может ли эта школа иметь статус специализированной лицея или гимназии? Или это обычная, хорошая, может быть, общеобразовательная школа? Потому что есть вывеска, но, может быть, не всегда надо обманывать людей. Если это писано лицея или коллегиум, есть результаты, которые в самом конце, то, может быть, это надо руководству школу подумать и поменять, вернуть название на обычную заграничную светлую школу. Номер попугаемый и все. Это вопрос, который мы тоже будем анализировать. У нас, я как бы не хвастаюсь, да, результатом, что у нас лучший результат заново за 80 лет. Ой, за 8 лет, извините. За 8 лет. Я просто хочу сказать о том, что мы с самого 100 месяца прошлого года активно занимались, потому что, когда я пришел чуть больше года назад работать, когда я увидел результаты заново, мне стыдно. Я за год ни разу журналистам не сказал об этих результатах. Не сказал. Хотя вы спрашивали. Говорил под 200 банниками, что мы в конце всех областей Украины. Я вообще не мог представить, что такое может быть системное образование. Мы целый год проводили тренинги с учителями, которые учили ребят в 11 классе. Мы с ними работали, мы с ними занимались, мы их собирали, мы им рассказывали, что такое ЗНО, как надо ребят готовить, что они должны знать. Расскажу тот факт, что мы добровольно подчеркнули. Наши педагоги зимой мы им дали тесты по ЗНО учителям, которые работают в 11 классе, чтобы они сами написали ЗНО. Так вот, 4% они сдали ЗНО по украинскому языку учителя украинского языка. Ведь я просто рассказываю о тех работах, которых никто не знает. Только мой департамент, методисты знают, чем мы занимались. Наверное, такой учитель, который работает в 11 классе, преподает украинский язык и сам на тройку сдает ЗНО за украинскую лову, и, наверное, он не может работать в 11 классе и учить детей. Вот мы постарались судить от этого. Поэтому за этими цифрами стоит работа большущего количества людей, методистов, управленцев изобразования, извините, не сказал, работников регионального центра тестирования вместе с Александром Ильичем Сидоринга, которые мы вместе с ним проводили учебу для учителей. мы учили, скажем так, их доготовить наших выпускников к ЗНО. Мы объехали все районы области, везде собирались, скажем так, в какой-то объединении общались, поэтому работа была большая, очень большая, проделана. Поэтому вопросы у меня все. в прошлом году защита отечественного предмета, в этом году как-то дополнительно оснастили, может быть, еще лучше контактоваривать. Мы занимаемся над этим. Очень дорогостоящий проект, но мы занимаемся над этим, потому что вы знаете, что за последние годы у нас фактически не осталось кабинетов по преподаванию захиста речизны, у нас фактически не осталось, ну там, у ИРД, в каких-то школах остались противогазы и не более и более ничего. В 60-м году. Ну, да, можно сказать и так. Поэтому есть действительно были у нас скажем так, прогрессивные школы, вернее, не школы, а преподаватели, учреждения, которые работали, которые, это их было, да, они занимались, сами что-то покупали, придумали и так далее. В прошлом году, вы знаете, это тоже было впервые в Украине, мы провели успешный эксперимент, все наши ребята, выпускники десяток и одиннадцатых классов смогли приехать на базу высших учебных заведений, военных, да, и диктофор рассыпался. Значит, приехать на базу высших военных учебных заведений и там провести занятия реально на высококачественной, высококвалифицированной базе. То есть, это был и университет поведенных силов, не скажу, Дуба, и Академия национальной гвардии Украины, и танковый институт, либо по-другому военный факультет НТУ ХПИ, где ребята мы переносили занятия в школе, сдвигали на один день, они полностью уезжали на один день, где они могли и пострелять в электронном теле. Понятно, что в каждой школе не будет в ближайшее время электронного тела. Это у нас только в нескольких высших военных учебных заведениях это есть. Поработать на кафедре химзащиты, это и химпрепараты, и противогазы, и огнетушители, как ими пользоваться, и заняться физической подготовкой, побегать на полосах препятствий, которые, ну, они когда-то были, сейчас мы их восстанавливаем, действительно восстанавливаем, но все равно это не такие полосы препятствий, как есть специализированные военные заведения. И посмотреть на выезды показательные танков. Это очень дорогостоящее, но нам пошли навстречу участники АТО, молодые пацаны, которые служат в АТО, несколько раз приезжали на танков, все, я думаю, школьников это поразило, они увидели, что это такое. Они увидели в университете Проветрянный Сыл макеты самолетов, полазили, посмотрели, как это, свои тренажеры и покатались. Они посмотрели в танковом институте у нас гарантии, срезы военной техники, как зайти туда даже посмотреть, это уже, я считаю, патриотическое воспитание и подготовка наших учащихся. Что еще? Это сборка и полуразборка оружия учебного, которое тоже они поддержали. нет у нас автоматов, автоматы учебные, пистолеты учебные, забрали, построяли, в основном электронном киере есть, но тем не менее. У нас школьников участвовали? В порядке 10 тысяч школьников мы смогли зовут. Области, город или области? Области, ну, в основном область. Город у нас, мы в этом вопросе поставили в последнюю очередь, потому что в городе более-менее ПРД осталось, и они могут в любое время посетить как профориентацию высшие учебные заведения. Планируем продолжить то же самое. Мы выполняем нашу базу работы школьную по преподаванию предмет за христианчизны. Скорее всего есть идея и мы будем ее реализовать, что мы создаем базовые школы в каждом районе, то есть создать и построить кабинет в каждой школе, тем более если это малопроблемная школа, просто нет средств и нет необходимости. Поэтому скажем так будут округа образовательные по преподаванию предмета защита отечества. Делаем базовую школу, где ее наполняем и выбирая несколько раз ребята из соседних школ привозим на занятия именно в эту школу. Как дорого стоит такой патроны для пробных стрельб это понятно, что холостые, но тем не менее это может очень дорослить. Если это химпрепараты, химреактивы какие-то, то это может быть очень дорого. В прошлом году учебном 10 тысяч, в этом году сколько планируете? Как начнем, в прошлом году мы начали где-то в декабре у нас были пробные, а основные у нас выезды близ к коврюля месяца. Поэтому в этом году я думаю, что мы с октября начнем, поэтому сможем уходить большее детей. Еще больше, да? Так, скажите, пожалуйста, в чем особенности закона о ПДУ, что придет в образование в ПДУ? Интересный вопрос, это изменение профессий и специальностей, по которым будут подготовить у нас ПДУ. Это создание, тоже, наверное, можно сказать оптимизация сети учебных заведений. Но если на сегодняшний день, в Харьковской области немножко выделяется в лучшую сторону, но в принципе проблемы схожие и одинаковые. Очень много училищ, очень много профессийных лицеев, которые сейчас называются, пациенты, профтехосвиты. Некоторые специальности устарели. На некоторые специальности училища не могут выполнить госзаказ. Сегодня у нас идет прием в ПДУ, на 57% выполнен госзаказ, а госзаказ у нас около 8000. Есть для себя некоторые профессии, на которых у нас большой популярностью пользуются профессии сферы услуг, то есть это торговля, это бармены, это ресторанное дело, значит, тут вопросов нету. Определенной популярностью пользуются профессии, связанные с автоделом, автослесарные и так далее, мастерские, вопросов нету. И очень небольшим пользуются эти специальности, скажем так, в ростатнике, в инструментальнике, это на наши заводы тяжелого машиностроения. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда некоторые наши заводы, заводы имени Малышева, как твоя, требуются в рабочей силе, но, к сожалению, нет выпускников, которых можно взять и взять себе на работу. Потому что, к сожалению, поэтому основное реформирование системы противосвита это создание крупных, мощных центров противосвиты. У нас сегодня в области 55 ПТУ. Объективности нам такие не нужны с такого количества, тем более, что ездить у нас, извините, по 50 человек учатся. Это хуже, чем малокомплектная школа. У нас материальная база ПТУ, наверное, 60-70-х годов. Нет, там есть директора, которые занимаются постоянно, они что-то покупают, что-то приобретают, какое-то учебное оборудование. Но одно дело сферу услуг, извините, купить барную стойку, наливать всякие спиртные напитки или просто напитки. Другое дело, что мы учим, например, автоделу на плакатах 60-го года, где какую-то машина ЗИЛ нарисован, я видел в одном училище, но в сельском, конечно, то есть учить на чем? Если у нас выходит специалист по автоделу, автослесарь, наверное, он должен учиться, может быть, я не прав, на Тойоте, там, я не знаю, на Шкоде, смотреть современные, современную аппаратуру, на которой можно работать, а не изучать 60-х годов там, ЗИЛ, МАС, еще там что-то. Может, это нужно, но не такое количество и не в таком. Поэтому материальную базу нужно улучшать. Если у нас есть 55 училищ, в них и постучая их учится смысла и нету средств для того, чтобы получать, улучшить эту материальную базу. Если у нас будет несколько крупных центров, разнопрофильные пусть это будет, там мы сможем действительно завращать животоплошты, действительно полившивать материальную базу. Маэстрии в новчарне, которые могут работать на современном оборудовании, но как изменить опять на заводе ФЭД, в некоторых других заводах стоят крупные станки, да не те станки, которые у нас были в Советском Союзе, там есть программное обеспечение, там проще регулировать с высшим образованием, управлять этим станком, там пишешь компьютерную программу, вводишь, оно само все делает. Наверное, мы к этому идем. С одной стороны, наши заводы не все могут покупать такие станки, но тем не менее, нам надо учиться работать и учить детей работать на новом оборудовании в том числе. Будет новый закон про профессион освит, и после этого будем разговаривать. В планах министерства и закупанном проекте прописано, что, скорее всего, после принятия закона и формирования и оптимизации марежи, заклады про автоосвиты будут переданы Министерству освиты и науки на месте, то есть в сферу управления нашего департамента науки и освиты. исходя из этого уже дальше будем принимать какие-то решения. Скажите, пожалуйста, какие еще оказались в аутсайдерах? Может, вообще нет одного человека на какой-то специальности? Вы знаете, все зависит... Нет, такого нету. Нет, такого нету. Но я опять-таки скажу, все зависит еще от менеджмента. У нас три швейных училища в городе Харькове, в городе, не в области. У нас в одном там 10 человек набрали, в другом 200 набрали. То есть это не показатель, это показатель работы 18-е механико-технологическое училище. Механико-технологическое. Там все специальности этого профиля. У них набрали 300 с лишним человек. Там контингент больше 1000. У нас больше 300, очень мало ПТУ. Это ПТУ имеет контингент больше 1000. Это работа менеджмента, Это материальная база. Если можно, еще одно уточнение и в частном нарядке, если есть какие-то вопросы. Я хочу вернуться к патриотическому воспитанию. Тут уже вопрос поднимался, но с военной точки зрения. Вообще, не секрет, что во многом то состояние и настроение, которое есть в обществе, оно закладывается в школу. Какие изменения грядут или вообще грядут какие-то цели улучшения качества патриотического воспитания. Я имею в виду давно в случае гуманитарный аспект. Вот уже скоро 1 сентября планируются ли патриотические уроки на 1 сентябре. Спасибо за вопрос. Очень действительно актуальный и необходимый. Два слова опять-таки отвлекусь. Самый большой плюс работы системы образования, в том числе Министерства образования и науки за последние сколько-полтора года, да, скажем. Это чуть больше года. Это дебюрократизация системы образования. Я думаю, что об этом надо сказать. Задача педагога и учителя учить детей и воспитывать молодежь, в том числе патриотически воспитывать, а не писать отчеты и бумажки. Вот вся система образования последних там, я не знаю, многих лет, советских времен, наверное, это то, что у нас ежедневно поступить из Министерства, я ко мне в департамент, я в районы города отсылаю, потом приходят в школу и все учителя вместо того, чтобы учить детей, пишут отчеты, звиты и ответы на вопросы. Это не годится. Вот министерство, хочу выразить ему благодарность, где-то на половину уменьшило документы, обороты и отчеты, которые мы сдаем, школы и так далее. В том числе и дало очень много, я бы сказал, но это правильно, свобод на места, свобод выбора. Я это к чему? Что первый урок в этом году, 1 сентября, у нас в первый раз за последние годы нет темы этого урока. У нас главная задача, которая прописана при стиме Министерства образования и науки, о том, что этот урок должен быть с патриотическим настроем. То есть, каждая школа, администрация каждой школы должна собрать педагогическую уроку, определиться название урока, тематику, кто и как их будет преподавать, но главная задача, чтобы оно было в тусе патриотизма и так далее. Это, я считаю, что это большой плюс. Другое дело, что наша задача проконтролировать, как все школы выполнят и как они проведут урок. Я согласен с вами и более того, скажу, что воспитание, что такое образование, да, это обучение, еще с университета помню, ну так, примитивно, но тем не менее, обучение плюс воспитание. То есть, образование, воспитание, это главная и неотъемлемая часть процесса образования. И, безусловно, заниматься воспитанием надо не с первого класса, надо с детского сада, с двух лет, с трех лет, для того, чтобы это было в кредит, для того, чтобы, ну, взрослого человека можно доказать, рассказать, показать, но оно должно быть внутри. Для этого действительно должна быть новая система именно патриотического воспитания детей. Да, военные, это для старшеклассников. С первого класса это должно быть в виде игры, я скажу так, что Игорь Ивович Райнин подготовил, по его инициативе было подготовлено, скажем так, такой подарок первокласснику шкуляру по Батькевщину. Это начальный методичный пассивник, может быть, сильно рано говорю, но тем не менее. 1 сентября все первоклассники области получат такую очень интересную интерактивную книжку, где каждый первоклассник на его доступном уровне сможет, если до этого, к сожалению, не было, впитать разы патриотизма. Він прочитает, что такое мама, ну мама, он знает, что такое Украина, что такое родный край, что такое Батьковщина, что такое юнах, что такое война, для того, чтобы он не понимал, что это такое. Очень интересное интерактивное выдание, и мы действительно одни из лучших специалистов, методистов области занимались над этим изданием, и это, скажем так, небольшой внесок области в патриотическое воспитание детей. Но я вижу, что целый курс, целый цикл курсов должно быть в каждом классе, это второй, третий, четвертый, должен быть определенный спецкурс, который будет действительно направлен на патриотическое воспитание молодежи. Есть основные базовые предметы, базовые курсы, учебная программа, математика, украинская мова, и т.д. и т.п. Но каждая школа, каждый район на свой выбор должны наполнить это предметами именно, скажем так, патриотического направления. Ну, это коротко. А вообще эта система, и даже я бы сказал больше, извините, и заканчиваю, значит, это предметы, которые не только в школе учатся, это понятно, что это инвариативная часть, но это должна быть позаклассная работа, в позаштильных начальных закладах, в палацах, в детячей и тайнарской творчестве, в будинках, это при теоретичной ручке, то есть это целая система на дня освитних основ направлений патриотизма. Истеклась. Ну, вообще-таки запитание, как бы, в продолжение. Чувствуем, было последним. Да. Плануется залучить, отбывается спецпрометничество с патриотичными организациями в местах и в области, в которых у нас выбор за ростильность на берегу организации. Вот в этом вопросе, как раз по тратичному организации. Про спецпрометничество? Да. Нет, безусловно, мы с многими организациями співпрацьируемо. Больше мы співпрацювали в этом году, скажем так, с волонтерскими организациями. Один из региональных реформ, направлений, это створение волонтерского штаба. Мы его успешно строили. Мы успешно строили в каждом вищем начальном закладе студентские заводники, которые співпрацюють с волонтерскими организациями. В том числе и занимаются патриотичные выхования. Мы провели много акций по передаче необходимого рейдера військовых, которые в зоне АТО находятся. Участь в этих акциях в этом штабе это так же патриотизм. Что касается школяев, они так же не было остроен цих процессов. И малювали, и передавали книжки своїм, скажем так, однолиткам в Донецьку и Луганскую область, в Крим передавали. Насамперед, я хочу сказать, что с громадскими организациями мы спольно працювали над укладанием предметов захиста чизни. И довольно успешно они им допомогали. На первых порах, когда в танковом институте мы были, показывали, как хорошо спілкували с учнями. Учні ПТУ проводили какие-то змагания спільно з патриотичными и громадскими організациями. Нам допомогали проведение нашей військово-патриотичной игры областной Джора. У нас зараз у середине месяца поедет наша команда, до речи, команда Нового Дуваського района, поедет для участі в всеукраїнском этапе. У нас в каждом районе немає спільных планах, я ни с кем меморандум не подписываю. На місцях, якщо є бажання, ми отправляемо, на місцях кожна бажаюча організація може співпрацювати зі школи, стату, ми співпрацювати зі школи, і так далі. Дякую. Дякую. Дівочиня, що ззади хоче. А з пункту апеляції, скільки було позадоводнення на статистику? На жаль, я не брав цю статистику, не можу сказати. І ще такий момент цього року кожен на вищий управлям диплом самостійним. Зараз самостійним зразком. Ви, як передавали, ці права в пунктах і в церкві зновки, в країні надтіли, ви дали диплом бакалавра і ви почали наступити за цим дипломом у глядну на статистику. Я вам скажу, так, дійсно цього року це ще один, скажімо так, демократизація освіти, що тепер ніхто нікого не заставляє вибачити, покупати бланк від дипломів, віддрукувати в одній організації, як це було до цього. Це кожний вищий навчальний заклад має право затоверджувати бланк, скіз бланк, віддрукувати диплом там, де він запажає. Але, однак, як це контролювати, є номер, це є номер дипломів, який знаходиться в єдиній державній базі освіти. Тобто, для того, щоб надрукувати диплом кожному посланку, необхідно отримати цей номер. Для того, щоб його отримати, необхідно правильно внести всі дані в цю паспорт. Пройти, є таке слово, верифікація. Верифікація на казах про звільнення і видачу дипломів, що видає вищий навчальний заклад. І, на жаль, цього року це було вперше, я б сказав, бо дуже багато було технічних промилу, люди перший раз у вищах сиділи, вносили дані, якісь були помилки, неправильно оформили наказ, неправильно відправили. Міністерство, ревніші інфурсурси, державне підприємство, яке цим займається, вони також дуже оперативно працювали і іноді виникали помилки. Після цього ще треба дипломи надрукувати. Тому, дійсно, були проблеми. Мені навіть на сьогодні звертається, що не всі отримали дипломи, але Міністерство дало дозвіл і давало дозвіл. Якщо просто надрукований диплом, але є номер присвоєний, то мені могли в університеті в будь-якому дати довідку, що я так рідо, так рідо, закінчив університет, так рідо, спеціальна статата, отримав диплом і номер диплому, навіть якщо немає. І всі приймальні комісії, ну те, що я знаю, приймали ці довідки, щоб ми могли внести просто в базу, а потім вже донести до тлому. Тому, ну, згадання таке було, але ми старалися всі вирішувати на місцях. Спасибі!